Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Живая музыка давно покорила сердца рязанцев, однако легендарная подбелка уже отгремела. А судя по погоде, за окном уличных музыкантов тоже ждать не приходится. Однако в нашей студии всегда тепло и солнечно. Зажигательную атмосферу сегодня создаёт Евгений Московский, гитарист кавер-группы «Мохито». Здравствуй, Евгений! Привет! Расскажи, как давно ты уже играешь на этом музыкальном инструменте и почему вообще решил взять в руки гитару? Ну, я на гитаре играю довольно давно, лет с восьми. Я пошёл в музыкальную школу в восемь лет. То есть сейчас мне 29, и тут считай это уже больше 20 лет. У меня в семье всегда были все музыкальные. У меня папа играет на гитаре, и всегда пластинки разные звучали. Очень классные и «Битлз», и «Дипёрпл» и так далее. То есть вариантов не было. Что-то делать другое – это играть на гитаре, петь песни и так далее. А ты помнишь свой первый опыт, когда впервые взял гитару в руки? Ну, мы с папой очень много играли вместе. То есть он учил меня каким-то рокенролльным ходам, таким базовым. То есть три аккорда и так далее. И, наверное, вот этот был мой первый опыт – играть в коллективе, ну, в каком-то маленьком даже, и играть такую живую музыку на гитаре. А сейчас сходит много споров насчёт того, нужно ли классическое музыкальное образование. Ведь гитара – такой инструмент, считается, который можно освоить самостоятельно. Как ты считаешь, тебе музыкальная школа помогла? Стоило вообще туда идти? Конечно, очень помогла. И музыкальная теория, которая применяется повсеместно в музыке, в аранжировках, в игре, очень нужна. И я постоянно вспоминаю уроки сольфеджи, уроки специальности практически каждый день. То есть какие-то ходы, какие-то гаммы, способы, аранжировки и так далее. То есть постоянно я обращаюсь к этому опыту музыкальной школы. Очень полезно было. То есть ты всё-таки играешь по нотам и не по аккордам? Я играю по ушам. Вот. То есть когда ты уже долго играешь, ты примерно понимаешь, как должно звучать и что для этого нужно. То есть какой ход, какой интервал, какой аккорд и так далее. Я отталкиваюсь от того, что слышу, и применяю музыкальную теорию для того, чтобы это реализовать лучше на гитаре. То есть у тебя это уже как инструмент? Да. То есть я уже применяю, даже не думаю, что здесь нужен там интервал, аккорд и так далее. А расскажи, с чего лучше всего начать новичку? Вот что нужно знать, чтобы сыграть свою первую песню? Чтобы сыграть свою первую песню, нужно понимать, какую песню ты хочешь сыграть. взять аккорды в интернете, взять инструмент и попытаться эти аккорды поставить как-то. Если получится, хорошо. Если не получится, обратиться к товарищу или к другу, или к преподавателю, который понимает, как это делать и так далее. То есть главное определиться с целью. То есть пусть это будет песня, где будет всего три аккорда, например, или четыре аккорда. И эти аккорды должны быть легкими, несложными. И начать заниматься, я думаю, что в течение трех дней, мне кажется, можно сказать первую песню. Ну вот я так думаю, что... Какую песню ты бы порекомендовал для начала? Вот самую простую, которую может вообще любой исполнить? Например, песня «Всё родилась ёлочка» — три аккорда. Каждый сможет, наверное, сводить за пару дней. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зелёная была. То есть вот они, базовых три аккорда взял, сыграл и вперёд. Ну на базовых аккордах можно сыграть ведь много песен. Много, да, много песен можно сыграть. На двух, трёх, четырёх аккордах можно сыграть очень много песен. То есть зная какие-то базы, можно пятьдесят песен просто сделать. Стать чемпионом, к своём говоря. Стать чемпионом, да, 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 именно. А что ты считаешь вершиной мастерства в гитарном творчестве? Есть очень много гитаристов крутых мировых. Вот это вершина гитарного мастерства. То есть это композиторы, аранжировщики, исполнители в одном лице и ещё и шоумены, которые делают гитарную музыку очень красиво, очень мелодично, очень понятно даже для простого человека, даже не для музыканта. То есть и концерты их посещать не скучно. То есть это не просто какие-то там запилы в течение четырёх часов. Очень красиво, очень живописно. Какие-то основные имена ты можешь назвать? Конечно, Стив Вай, Гатри Гован, Ингви Малмстин, ну и вот из этой вот плеяды люди, как бы, вот эти имена. А в кавер-группе «Махита» на кого ты стараешь ориентироваться? Ведь вы перепеваете известные хиты. Да, я стараюсь ориентироваться на, может быть, даже не на то, что на гитаристов, а больше на группы, которые мы перепеваем. Если мы, предположим, перепеваем Айову, то я стараюсь сделать на гитаре то, что делает вся группа Айова, в том плане, что там уже много всего, там и клавиши, и какие-то, несколько гитар. И нужно ориентироваться на то, что делает весь оркестр в группе Айова. То есть приходится брать какие-то интересные аккорды или что-то играть чуть-чуть больше, чем обычно. Если мы переигрываем, предположим, группу «Браво», нужно понять, что играют одна, две, три гитары в группе «Браво», и как это это сымитировать одной гитарой. То есть какой-то такой ориентир больше именно имени какого-то или гитариста, на которого я смотрел бы, играя в группе «Махита», такого нет. То есть это больше аранжировочная такая тема. То есть тебе приходится быть человеком-оркестром, по сути. Да, да, да. Приходится быть человеком-оркестром. Играю иногда и за гитару, и за клавиши, и за дудки, за всякие разные. То есть, ну так вот, приходится как-то прикрывать всех в этом плане. Отлично. Давай посмотрим один из ваших клипов. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На большом воздушном шаре мандаринового цвета Мы с тобой проводим это лето На большом воздушном шаре мандаринового цвета Мы с тобой проводим это лето на большом воздушном шаре мандаринового цвета Очень классная песня, но это ведь не единственный музыкальный проект, в котором ты сейчас играешь. Расскажи о других направлениях. Да, мы сейчас сделали еще одну кавер-группу, она называется Дика Бразерс. Это такая группа, где мы с юмором, с сатирой подходим к народным хитам, к мировым и к российским, прикураживаем их какими-то кусочками из других хитов. То есть получается такая смесь хитов в одном хите. Как это звучит? Это звучит... У нас много дудок, у нас такое юмористическое исполнение. Такое. Немножечко похоже на группу, может быть, Волга-Волга или что-то подобное. Звучит это следующим образом. Припевчик я сделаю. Музыка нас связала, тайною нашей стала, Всем уговором твержу я в ответ, Нас не разлучат, нет. И дальше идет соло. Здорово. Какие еще у вас есть музыкальные проекты? Да, еще один проект – это Мествиль. Я, сксфонист и барабанщик, играем. Сейчас этот проект на паузе. Мы надеемся возродить его. Мы играем такую темную музыку, что связано с медитацией, с размышлениями и так далее. То есть это вообще не кавер, это авторская музыка. Ну, надеюсь, как-то услышим. Если говорить о каверах, ведь это не классическая перепевка, да, это и новые аккорды, новое абсолютно звучание. Вот как рождаются идеи, от кого они, может быть, исходят в вашей группе? Ну, идеи исходят от нас всех в группе «Махита». Мы стараемся как-то быть демократичными в этом плане. То есть когда кто-то приносит какую-то новую песню, даже если, например, кто-то ее не знает, или кто-то считает, что она не суперпопулярная, мы рассматриваем этот вариант, и мы думаем, как сделать его более народным. Какие-то песни очень сложно исполнить живьем, они очень круто звучат на радио или там по телевизору, но живьем это очень сложно исполнить. И мы начинаем как-то придумать что-то, как это изменить, как что-то вставить, что-то убрать, чтобы песня звучала. В принципе, в «Махит» мы все как бы приносим материал какой-то, и потом просто путем того, что тестируем на аудитории наши песни, которые мы исполняем. Если эта песня заходит, мы оставляем. Если песня не заходит, мы ее просто в долгий ящик откладываем. В проекте «Дикобразерс» там у нас есть троица, скажем так, людей, которые все это ведут, и мы просто собираемся и начинаем песни разбирать по косточкам. То есть мы берем какую-то песню, вот музыка нас связала, например, и мы думаем, как сделать его прикольно, как сделать так, чтобы люди посмеялись, когда ее услышали. То есть чтобы они не просто послушали песню, что вот там, ну да, вот песню, музыка нас связала, группа «Мираж» там 80 какой-то там год, а чтобы они сказали, да, прикольно, что они там включили тот или иной отрывок, что они как-то сделали анонжировку интересно, спели там куплет вместо припева или припев вместо куплета, или другой куплет из другой песни вставили. То есть мы начинаем как бы ковырять песни, и вот когда приходит тоже такое понимание, что все, мы вот сюда достаточно вложили разных песен, разных кусочков, разных упоминаний, разных цитат, мы заканчиваем, мы делаем финальную анонжировку. Известные песни, они могут быть в абсолютно разных стилях, жанрах, форматах. Как удается переключаться, и какой может быть у тебя любимый жанр? Ох, любимого жанра сейчас, наверное, нет у меня. Я всегда очень любил рок-н-ролл, гитарную музыку, хард-рок. Вот, переключаемся мы следующим образом. Если нужно играть что-то более тихое, что-то более фоновое, мы просто немножечко убираем подачу, так скажем, и музыканты примерно через полминуты, минуту, через секунд 25-15, понимают, что нужно убрать подачу, нужно сделать немножко все легче. То есть мы начинаем играть просто легче, немножечко не в каком-то... ...в таком стиле, а может быть мы и начинаем. То есть немножечко просто полегче. И прямо это происходит живьем, в прямом эфире. Вот, иногда мы специально переосмысляем песни. Она была в рок-н-ролле, мы там сделали басанову, или она была там, не знаю, в такой попсе, в дэнсе, мы сделали из нее там рок-н-ролл и так далее. То есть какие-то такие вещи происходят на репетициях. Вообще, как много времени нужно для того, чтобы переложить музыку, по сути, на другой лад? И не страшно ли, что зрители, может быть, не поймут, не будут подпевать? Ну, иногда требуется полчаса, чтобы переложить песню вообще. Это очень легко происходит, как-то она, естественно, так исполняется в другом стиле. Иногда мы просто очень долго песню мучаем, мы сами мучаемся. То есть мы несколько репетиций переносим разные варианты. То есть вот тут так припев, тут так куплет, всегда по-разному. И, конечно, есть страх, что люди не поймут какие-то вещи. Но уже вот за годы мы примерно поняли, как делать так, чтобы песня заходила. Чтобы не было такого, что мы сделали, а она вообще прошла мимо зрителя. Секрет в понимании публики. Секрет в понимании собственной публики. То есть кто является твоим клиентом, грубо говоря. Даже, может быть, это из маркетинга больше. То есть что слушают эти люди, что они любят, что они понимают. То есть где-то, например, на байкерском фестивале дэнс не зайдет. То есть и там нужно делать все по року, по рок-н-роллу, кричать в микрофон побольше, рычать и так далее. Например, если день рождения 22-летней девушки, которая отмечается в крутом ресторане, в клубе, нужно, конечно, понимать, что здесь рок-н-ролл и кричать в микрофон не зайдет. Здесь нужно делать что-то стильное, классное. То есть поэтому просто, зная, куда мы едем, группа «Махита» зовут в основном на такие стильные мероприятия, переходящие немного границы стильных мероприятий. Поэтому мы знаем, что там заходит, какая там нужна аранжировка, какие варианты песен. И мы, в принципе, это и делаем. Расскажи, какая песня для тебя сейчас может быть самая значимая или самая любимая? Что цепляет? Ну, любимую песню назвать сложно, но мне очень нравится в последнее время Иван Дорн. Он очень классный, очень прогрессивный композитор, исполнитель. Мы делаем несколько его песен. Вообще, это человек, которым гордиться, в принципе, можно. Из русских исполнителей немногие за последние годы можно гордиться, я считаю. Это Иван Дорн, мне очень нравится он. Мы делаем пару его песен. Ненавижу, ненавижу я себя, Потому что знают все мои друзья, Что я признаюсь, ну а ты не скажешь да. Мне будет стыдно, мне будет стыдно. А если говорить о более классичных произведениях, То что тебе по душе, что нравится? Ну, мне нравятся рок-н-роллы, на самом деле, Всячески разные, и в детстве у меня была пластинка группы «Секрет». Я знал просто все песни от и до, так что... Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю шиплеты и галстук шнурок, Я закрываю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, И я буду танцевать буги-буги до утра. Я люблю буги-буги, танцую буги-буги каждый день. Спасибо. Спасибо тебе за личное настроение, За то, что пришел к нам в студию, А нашим зрителям я напомню, Что в гостях у нас был Евгений Московский, Гитарист ковер-группы «Мохито». До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»